Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о заветной для многих и недосягаемой мышце. О большой грудной, а конкретно о верхе грудных мышц. Многие до сих пор заблуждаются, что есть верхняя часть, нижняя. На самом деле большая грудная мышца это одна цельная мышца. И уже не раз многими учеными доказано, что практически любые упражнения на грудные мышцы грузят ее целиком. Естественно, углы наклона вверх или вниз слегка смещают акцент нагрузки. Но настолько незначительно, что это не имеет смысла. Поэтому заниматься мастурбацией, как многие из вас занимаются, делают по 5 упражнений, по 5 подходов на одну группу мышц, в том числе и на грудную, ни к чему хорошему не приводит. Сегодня мы с вами разберем этот момент от и до. Поговорим о наклонном жиме лежа, о том, какой хват использовать, какие углы использовать, обо всем по порядку. Погнали! Не буду грузить вас анатомией. Кому интересно, может легко найти информацию в инете. Ее сейчас хоть отбавляй. Перейдем сразу к практическим советам и рекомендациям. А также укажем на ошибки, которые и мешают в развитии грудных. Многие удивились, почему приседания, когда мы говорим о грудных мышцах. Те, кто не первый раз уже читают мои статьи, либо смотрят видеоролики, понимают почему. Потому что нам необходимо базовое упражнение, способное своим стрессом вызвать выброс анаболических гормонов в кровь. Это актуально только тем, кто тренируется в натуральную. А большинство моих зрителей натуральные атлеты. Если вы тренируетесь с использованием фармакологии, вам это не актуально, и вы можете смело начинать качать грудные мышцы или какие-либо другие мышцы сразу же. Но у вас огромное количество гормонов в крови, поэтому вы люди с другой планеты. Людям же, тем, кто не использует никакой фармакологии, просто необходимо начинать любую тренировку с упражнения, способного вызвать анаболический выброс гормонов. Без этого тренировки будут бесполезны. Современные исследования не раз доказали, что различные варианты жимов задействуют всю большую грудную мышцу. С небольшим смещением акцента, как я уже говорил, при различных углах. Настолько небольшим, что можно вообще забыть о многообразности тренинга. И выполнять ограниченное количество упражнений. Естественно, лучших по степени воздействия на большую грудную мышцу. Что же происходит в наших залах? Люди жмут под всеми возможными и невозможными углами. Делают огромное количество разводок и сведений. А я всегда говорю, что лучше сосредоточиться на меньшем, чтобы получить большее. Распыляясь на больший объем упражнений, да еще за одну тренировку, на одну группу мышц, вы в итоге не получаете нужного эффекта. По причине невозможности, мощной, ментально сконцентрированной работы. Чем делать 4-5 упражнений, да еще в таком же количестве подходов в каждом, лучше сделать 2, максимум 3 упражнения за тренировку, на группу мышц. Но выложиться в них по полной, на всю катушку, тогда и результат будет соответствующим. И не в 4-5 подходах, а в 1-2, максимум в 3. Невозможно за одну тренировку сделать 5 упражнений на одну группу мышц, в 4-5 рабочих подходов с предельной концентрацией в каждом подходе, каждого упражнения. Если кто-то говорит обратное, он просто лукавит. А вот сделать 2-3 упражнения с одним-двумя рабочими подходами в каждом, вполне по силам каждому. Не зря самые большие представители нашего движения тренировались так всегда и тренируются. Но что вы видите в видеороликах? Всего лишь необходимость, навязанная бизнес-индустрией под названием фитнес. Никто так не тренируется. Да и снимают в основном только предсоревновательные дни, когда многие профи от истощения еле ворочают вилкой, не то что гантелями со штангой. И не забывайте, что то, что хорошо про химичному атлету, натуральному смерть. Великий британский лев Дориан Ярдс показал свои настоящие тренировки без монтажа и другой ерунды. Таких парней мало, за что ему респект и уважение. Итак, я снова ушел в философию. Сори, продолжим. Большая грудная мышца напоминает по форме веер. Ее волокна имеют различную ориентацию и углы натяжения. От верхней к нижней части грудной клетки. Все волокна сходятся в одном месте на плечевой кости плеча. Большая грудная имеет две головки. Ключичная, расположенная на фронтальной поверхности ключицы. И грудинно-реберная, на латеральной части грудинной кости. И шести верхних ребрах. Эти две головки сходятся возле плечевой головки. Ключичная головка грудной мышцы получает сократительное усилие при выполнении жима под углом вверх. В наклонном жиме вверх в большей степени активируются волокна ключичной головки большой грудной мышцы. В то время, как горизонтальный жим в первую очередь включает в работу волокна грудинно-реберной головки. Также необходимо помнить, что при выполнении наклонных жимов нельзя полностью изолировать волокна верхней и нижней части грудной клетки. Как и при любых других упражнениях на грудные мышцы. Отсюда следует простой вывод, что невозможно, как нам сообщает фитнес-индустрия, акцентированного прокачать внутренние части грудных. Так же, как и внешние. Только за счет увеличения общей массы грудных мышц можно изменить их форму. Правильная техника наклонного жима штанги. Техника наклонного жима штанги ничем не отличается от техники горизонтального жима. Лопатки слегка сведены. Грудь выставлена вперед. Спина напряжена и немного выгнута, но не больше естественного прогиба. Ягодицы касаются скамьи. Ноги мощно стоят на полу. Это стандартные рекомендации. А вот дальше мои рекомендации отличаются от общепринятых. Я советую, и сам этого придерживаюсь, не делать касание в нижней точке амплитуды грифом грудных мышц. Во-первых, это перерастягивает плечевой сустав, что не есть хорошо, и приведет впоследствии к травме. Во-вторых, это снимает нагрузку с работающих мышц. А нам это совершенно не нужно. Опускайте гриф, останавливая его за 2-3 см до касания грудными. Это сохранит напряжение в работающей мышце и только усилит концентрацию на движении. Опускайте гриф посередине, между сосками и ключицами, а поднимайте над уровнем глаз. Это сложное, но стоящее движение. Большинство поднимает штангу четко вверх, но это не дает такого эффекта, как при предлагаемой мной амплитуде. Точно так же не стоит и распрямлять руки полностью в верхней точке амплитуды, сохраняя локти слегка согнутыми, что не будет включать в работу трицепсы. И так же будет оставлять напряжение в мышце, а не переносить ее на сустав. Конечно, у вас не получится сразу начать работать с привычными для вас весами. Но с первых же тренировок вы почувствуете разницу. И через пару месяцев заметите ее. При выполнении движения старайтесь не следить глазами за движением штанги. Смотрите в одну и ту же точку на потолке. Перед тем, как совершить очередной подъем грифа из нижней точки амплитуды, постарайтесь мысленно дополнительно напрячь грудные. И только потом, как бы за счет напряжения, начать движение вверх. Перед опусканием веса сделайте глубокий вдох. И опускайте вес на задержке дыхания. Но только не тушьтесь, это чревато геморроем. Лично я делаю на задержке дыхания от 3 до 6 повторений. С каждым подъемом потихоньку выдыхая воздух из легких. Оптимальный угол наклона скамьи при наклонном жиме. Это самая, на мой взгляд, распространенная ошибка большинства. Из-за которой верхний отдел грудных не получает достаточной нагрузки. И как результат роста массы. Нет. Многие следуют логике. Что раз мы хотим прокачать верх грудных, то и угол наклона скамьи должен быть большим. Но это ошибка. Чем больший угол наклона скамьи, тем большую работу получают передние дельты, плечи. Естественно, забирая ее у грудных. Оптимальный угол наклона скамьи при наклонном жиме штанги лежа равен 30 градусам. Максимум 35. Все, что выше, переносит нагрузку на дельты. Помните об этом в следующий раз, когда будете выполнять данное упражнение. Но здесь у многих снова возникает дилемма. Ведь в большинстве случаев залы не оборудованы скамьями для наклонного жима с изменяемым углом. Угол наклона в них зафиксирован и равен 45 градусам. Как быть? Все очень просто. Делайте, как делаю я. Берем скамью с изменяемым углом наклона для жима гантелей. Устанавливаем ее в силовой раме или стойке для приседаний. И все. Выбираем нужный угол нам наклона и вперед. Есть один случай, когда вы можете поработать наверх грудных с углом наклона большим, чем 35 градусов. И даже чем 45. Это когда вы хотите поработать в машине Смита. Но скажу сразу, что это не подойдет новичкам и не каждый среднячок справится. Необходимо четко ощущать работающую мышцу во время выполнения упражнения. Поэтому вы должны быть достаточно опытным атлетом с отличным чувством мозг-мышца. Иначе вся работа будет на смарку и уйдет в дельты. Еще один важный момент, о котором чуть не забыл рассказать. Это ширина хвата в режиме наклоном. Должна быть слегка уже, чем при жиме горизонтальном. Рекомендации для полноценной и грамотной тренировки грудных мышц. Отдавайте предпочтение нескольким упражнениям. И старайтесь становиться сильнее в каждом из них. Это посильная работа, в отличие от того случая, когда у вас 7-10 различных упражнений на каждую часть тела. Лучшие упражнения для роста массы грудных. На мой взгляд, брусья, жим гантелей лежа, наклонный жим штанги лежа. Плюс пэк-дэк. Именно работу в тренажере я предпочитаю разводкам с гантелями. Это объясняется просто. Чтобы сработали разводки, необходимо использовать солидный вес гантелей. Иначе упражнение бесполезное. А при большом весе в данном движении велик риск травмировать нежный плечевой сустав. Нам это не нужно. Именно поэтому я и предпочитаю работать в тренажере. Где можно подконтрольно использовать большие огромные веса. Вы не заметили в комплексе и наверняка возмутились. Жим лежа. Горизонтальный. Но это не ошибка. Данное упражнение бесполезно делать в массонаборном режиме. И необходимо использовать его только как чисто силовое движение на 3-6 повторений. Для роста силы всего плечевого комплекса. Тогда она дает опосредованный результат для роста массы грудных мышц. Путем увеличения силы в массонаборных упражнениях. О которых я рассказал выше. Тренируйтесь по принципу периодизации. Проводя каждую новую тренировку для определенной части тела. На новый тип мышечного волокна. Об этом у меня есть и статьи и видео. Не забывайте о рейтинге мышечных групп. О их зависимости друг от друга. В плане роста массы и силы. Тоже кто не читал об этом мои статьи, советую прочитать. И есть видео. Еще один совет. Если вы уже набрали какой-то определенный массив грудных мышц. И хотите четко поработать наверх. Многие делают это в кроссовере. Но делают это совершенно неправильно. Предпочитая использовать кроссовер в верхнем его положении. Попробуйте сделать по моему совету. Используйте кроссовер с нижнего положения. Тогда вы четко будете чувствовать работу грудных мышц именно вверху. Сводите руки медленно перед собой. Чуть выше уровня груди. Разводите их постоянно ощущая работу мышц грудных. Это очень и очень важно. Попробуйте. Вы будете удивлены и шокированы. Насколько четко вы чувствуете работу мышц именно в упражнении, когда блок кроссовера опущен вниз. Комментарии о том, как вы это почувствовали, не забывайте оставлять под видео. После того, как мы с вами поработали над грудными мышцами. Поделали жимовые движения. Хотим мы того или нет, в работу включался трицепс. И сейчас самое время поработать в одном упражнении, чтобы загнать кровь в трицепсы. И соответственно, те анаборические гормоны, которые были выброшены в кровь в начале тренировки от приседаний, поработали не только для грудных мышц, но и для рук. А вы знаете из моих статей и видео уроков, что качать руки натуральному атлету бесполезно отдельным днем, если вы не делаете перед тренировкой на руки, перед упражнениями на руки каких-либо гормоновыбрасывающих упражнений. А это приседания, становые тяги, либо запрыгивание на высокую опору, либо выпрыгивание из низкого приседа с поджатием колен к груди, а также спринтерские выбегания. Точно так же, как трицепс работает у нас при всех жимовых движениях, бицепс работает при тягах. Пользуйтесь этим. Я после тренировки сегодняшней забиваю свой трицепс концентрированными такими разгибаниями, где я шикарно чувствую работу трицепса до сильнейшего сжения. Это дополнительно еще направляет кровь и гормоны в трицепс. Попробуйте, вы сами почувствуете невероятный памп. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта, чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку, я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует на их видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы, амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!